Что новенького Михаилом Звягином? Так, давайте поговорим сегодня с художником и с теми людьми, которые свято хранят эту память и отдают свои силы, свою душу, чтобы эта память жила в веках. Михаил Звягин, который не раз появлялся в наших передачах, и вот его картина «Памяти жертв Холокоста». Сегодня она передается в дар, как я уже сказала. Михаил, скажите, пожалуйста, вот эта картина не единственная в вашей коллекции. В вашей коллекции много таких картин, и не только картин, но и скульптур «Памяти жертв Холокоста». Скажите, пожалуйста, почему вы этому разделу истории уделили столько внимания в вашем творчестве? Вы знаете, это в двух словах не скажешь, но я пережил блокаду мальчиком, и отец у меня еврей, мать у меня русская. Но у меня родственники, и я много слышал об этом, много читал, и много думал об этом. У меня было какое-то, знаете, создание внутреннего долга перед отцом. Отец ушел добровольцем на фронт, и погиб во время балаказы, будучи в армии, был ранен и умер в госпитале. При матере он жил две с половиной минуты. Ну, с детства с вами был, и, наверное, в ваше сознание он вошел не только вот как отец, но и как учитель, как наставник. Вы знаете, он был очень добр, и мы с ним были как-то очень дружны. И он у меня все же стоит перед глазами. Ну, а почему именно Холокост? Почему Холокост? Ведь все картины написаны вами так, как вы пережили это, как будто вы были там. Вы были непосредственной, так сказать, непосредственной жертвой этого. Неужели вот эта блокада так на вас, такой отпечаток нанесла в вашей жизни? Вы знаете, по-видимому, да. Потому что тот, кто пережил балаказу, он никогда этого не забудет. Это забыть невозможно. И, по-видимому, это где-то деформировало сознание какой-то части. Потому что иначе надо ли быть не могу. Да, конечно, потому что эта блокада Ленинграда была сродни Холокосту, сродни тем переживаниям и тем мучениям, потери близких, потери собственного «я», в конце концов. Потому что, когда человек голоден, холоден, когда нечем накормить детей, то вообще теряются, смещаются все понятия об этом. Как жить дальше, да? Да. Вы знаете, у нас был большой двор перед окнами. И до войны у нас было печное отопление. Лежали поленицы дров. И вся балакада прошла. Когда я смотрел в окно, на место поленицы дров были поленицы из трупов. Ой, какой кошмар. Ну, сегодня у нас здесь в Америке начало весны, солнечный день. И мы сегодня, вспоминая о прошлом, конечно, в этом есть большая доля печали, но и большая доля радости, что люди смогли это пережить и остаться людьми, добрыми, внимательными, помнящими. Спасибо, Миша. Спасибо за картину. Спасибо за все творчество. Спасибо. Я вам сейчас прочту. Это страницы биографии человека, рука которого прикоснулась к этой великолепной картине. Брел мальчишка ниоткуда. Шел мальчишка в никуда. С неподвижной, с тылой грудой, тенью в черных проводах, из блокадного подворья, на бездыханных санях, увозя чужое горе в чужедальние края. Мама ждала к ночи сына с крошкой хлеба у двери, ничего не говорила и не спала до зари, непослушными руками согревала, как могла, из души снимала камень каждый день, что сберегла. Но одним морозным утром на замерзшую ладонь положил гость изумрудов, иудей немолодой. Проронил всего три слова. Ты, мальчонку, сбереги, сохрани. И закрылись двери снова. Видно, Бог его хранил. Знать судьбе так было надо, чтобы сын остался жить. В том блокадном Ленинграде, где немые виражи отражали мальчугана с санитарной сумой и с одной большой раной, неоплаченной ценой. Много лет с тех пор минуло жизнью. Выверен кристалл, и судьба не отвернулась. Мастер дедушкою стал, но по-прежнему под кистью в дивной россыпи идей, теплой краскою на листьях проступает иудей. Дни ложатся безвозвратно, будто осень на стежу листья. И на грани поневратства память ходит, гостик мыслях, чтоб запомнить со мгновеньем безымянным или известным. И прийти на день рождения старым другом с новой песней. И как назло, все не досуг, дел миллион, а пара рук. Уже июнь, полгода нет, рассвет, закат, закат, рассвет. Рассвет, закат, закат, рассвет. Уже декабрь, и года нет, и как назло, все не досуг, дел миллион, а пара рук. И крошатся слой за слоем беспризорные мгновенья. За окном и под луною, а мне надо в день рождения. Мне бы стоило заранее, где Нью-Йорк, где Пенсильвания. Ты же знаешь, у поэтов жизнь идет, а мысли где-то. Но как назло, все не досуг, дел миллион, а пара рук. Уже июнь, полгода нет, рассвет, закат, закат, рассвет. Рассвет, закат, закат, рассвет. Уже декабрь, и года нет, и как назло, все не досуг, дел миллион, а пара рук. Эта картина, которая называется «Во рву», это одна из многих его картин, посвященных и Холокосту, и Бабьему Яру. И вот он знает эту историю, не знаю, он рассказывал или нет, о том, как появилась у него работа о Бабьем Яре. И когда вы... Теперь я хочу несколько слов сказать о нем, как о художнике вообще. Может быть, сложилось такое впечатление, что он художник вот одной темы. Нет. Нет. Безусловно, нет. Это очень талантливый человек, у которого, так сказать, кисть может все. И если посмотреть его картины в целом, то можно совершенно отчетливо отдать себе отчет в том, что мы живем в современнике великого художника. Великого художника, классика. Да. У него есть картины, даже и абстрактные, и там всякие натюрморты, портреты любимых женщин. Однажды, после одной из первых выставок, которая была здесь устроена Владимиром Андреевым, вот посвященная Михаилу Звягину, мы ехали вместе в машине. И я, еще мало знакомый с Михаилом, я спросил у него, у вас в Петербурге прекрасная мастерская, у вас в Петербурге осталось большое количество работ, у вас в Петербурге и скульптуры, такие, которые сейчас еще там находятся, и которые, насколько мне известно, он бы хотел, чтобы они переехали сюда, но это физически осилить чрезвычайно трудно. Так вот, я у него спросил, вы все это оставили в Петербурге, зачем вы сюда приехали? Здесь у него было мало перспективное вообще, так сказать, будущее, хотя, как оказалось, я не прав. Так вот, он сказал, ты знаешь, мне там было душно, а здесь свободно. Президент Ассоциации «Холокост-сурвайвер» Борис Лермон. Если взглянуть на эту картину внимательно, она написана маслом и акварелью. Она вся в черном цвете. Художник, по моему мнению, хотел показать ту, то время, ту эпоху, в которой находились узники гетто. Вы видите, что самая главная задача дедов, родителей было спасти ребёнка. Как закрывает этого ребёнка? Всем телом и только вдали виден свет. Немножко пробивается свет. Всё-таки всегда есть какая-то надежда на этот свет. Спасибо вам огромное за этот труд. Это жаль, что у нас в Бруклии нет такого выставочного зала, где можно все выставить. У нас есть очень талантливые, замечательные люди. Это произведение большого идейного и художественного значения. Огромного. Для меня это ещё важно и потому, что сам я 20 лет работаю над циклом «Холокост». Сделал очень много картин. Но сегодняшнее событие с какой-то грустью напоминает мне о том, что в мастерских наших художников находится очень много произведений на эту тему. И, к сожалению, их мало кто видит. Вручение этой картины сегодня. Картина очень талантливо написана. Картина отражает как бы целую вообще эпоху вот этого страшного времени. Скажите, как комитет воспринял это? Вы знаете, я восприняла этот факт как совершенно нечто особенное. Потому что картина Михаила Звягина о Холокосте, то есть факт вручения нам этой картины, это протянута нить от тех людей, которые пережили Холокост. И некоторые из которых присутствуют сейчас здесь с нами, это и Боря Лернер, это и Фира Стокельмана, и Женя Затурянская. Люди, которые являются частью нашей комьюнити, от человека, который тоже является сувайвор, тоже пережил, если не Холокост, то блокаду. И Валя правильно сказала, да, что блокада, это в общем сродни Холокосту, потому что блокада Ленинграда была нацелена на уничтожение населения, сознательное уничтожение населения целого города. Мы благодарны Михаилу за то, что он вручил, дарит нам эту картину. И я хочу сказать, что наш комитет памяти жертв Холокоста, комитет сам по себе, что такое? Комитет это просто группа людей. Важно то, что мы делаем. Мы содержим парк памяти жертв Холокоста. И этот парк является уникальным явлением не только в Бруклине, но и в Нью-Йорке. Это парк, единственный музей под открытым небом, куда люди, потерявшие своих близких много-много-много лет тому назад, и которые не могут прийти туда, на их могилы, потому что могил или нет, или туда просто не добраться, люди приходят в этот парк. Там стоят маркеры, камни с выгравленными фамилиями, именами их семей, их близких, их любимых, их бабушек, дедушек. Кладут камешки на эти камни большие и вспоминают, и воссоединяются с ними опять. Парк действительно уникален. И когда мы постоянно с моим оператором Володей Андреевичем снимаем там, когда состоится день памяти жертв Холокоста, и так я когда проезжаю, иногда останавливаюсь, там бывают люди, и не только камешки кладут, там кладут цветы и зажигают свечи. И вот эти свечи, они горят какое-то время. И понятно, что в людях горит душа не просто холодным пламенем, а именно тёплым воспоминанием. И тёплые души, они соединяются, они всегда соединяются. Так что хорошей вам работы, хорошей вам памяти, спасибо вам за это. Со мной рядом Ария Каган, он вице-президент комитета памяти жертв Холокоста. И вообще Ария, вот молодой человек, он ещё молодой человек, но он, вы знаете, он хранит память, он бывает всегда на встречах, на днях памяти жертв Холокоста. Он, как бы участвуя, призывает всех помнить это, помнить, что был Холокост. Сегодняшнее событие очень важно ещё и потому, что каждый человек чем-то жертвует. Кто-то жертвует время, кто-то жертвует деньги, а кто-то жертвует свой талант. В данном случае вот огромная благодарность, конечно, Михаилу Звягину, который пожертвовал комитету памяти жертв Холокоста свой талант, произведение, которое никого не оставляет равнодушным и которое заставляет помнить о том, что every day is a blessing, что всегда нужно быть благодарным за то, что имеешь, и понимать, что это далеко не всегда так было. Уникальность этой картины ещё и в том, что это не рисовано с натуры, это рисовано с души. Совершенно верно. И я думаю, что эта картина, конечно, будут видеть очень многие поколения ещё. И наши дети, наши внуки. И я очень благодарен Михаилу Звягину, Владимиру Андрееву, телевидению «Артиен», всем бывшим узникам, кто принял участие в сегодняшней церемонии, кто хранит эту память. Спасибо огромное всем, кто помнит. Спасибо. Спасибо. Спасибо тебе. Спасибо тебе. Большую работу делаешь, чтобы помнили, помнили и помнили. Спасибо. У меня бабушку расстреляли в Минском гетто, и поэтому для меня это не история Холокоста, а история моей семьи. Я очень рад быть гостем сегодняшнего праздника. И это называют действительно праздник, потому что мы все собрались и отдаём нашу память, наш долг людям, которые создают память о нашем прошлом. И огромное спасибо Михаилу Звягину и вам всем, дорогие друзья, что вы организовали этот замечательный праздник сегодня. Спасибо большое. Я познакомился с творчеством человека, который живёт в Израиле. Его зовут Пётр Давыдов. И я написал песню, которую я хочу вам подарить в память о людях, которых нет с нами, в память о людях, которые выжили, в память моих родных, которые, в принципе, перенесли на себе всю тяжесть этих лет. Вот у Лиданой мамы и дедушка, и её старшая сестра, и бабушка были убиты. И они, к сожалению, не смогли выжить в этой ситуации. В память Лиданой мамы, которая прошла всю войну хирургом, в память моего отца, который прошёл три войны и трижды получил похоронку. Вот такая песня. Приснилась мне, приснилась мне, Как будто я на той войне, Вдруг вижу папа молодой, Тогда ещё не папа мой, Такой смешной, такой худой, И совершенно не седой. Среди разрывов и огня Идёт, не зная про меня Идёт, не зная про меня Среди разрывов и огня Приснилась мне, приснилась мне Я видел папу на войне Идёт куда-то в сапогах Не на протезах, не на протезах Не на протезах, на ногах Такой смешной, такой худой И совершенно не седой Среди разрывов и огня Идёт, не зная про меня Идёт, не зная про меня Среди разрывов и огня Среди разрывов и огня Он дружит Михаила Звягина Холокосту, комитету Холокоста Мне сейчас 67 лет Когда мне было 25 лет Я познакомился с человеком Который прошёл 4 лагеря смерти В течение 4 лет войны И остался жив И в числе восставших И управляющих восстанием Маутхаузене Освободил Маутхаузен И 25 лет работал учителем И писал стихи И сегодня эти стихи Будут рядом с этой картиной А стихи такие Следов не хранит гранит Выжженная земля Следов не хранит Но если ноги кровоточат Если сердце кровоточат И в двух шагах небытиё Тогда и в камни Как не тверды На веки врезаются Песен не спетых Скульптур неизвоянных Огненные следы Пламенем их Земля сожжена И проклятая Стонет она Люди Зажгите факел Над всем, что свято Люди Сажайте розы в меня Проклятую И всё это говорит о том, что Ты знаешь, Валюнь Память Это великая вещь Которую нельзя ничем Убить Уничтожить Она в тебе Мой отец провёл в лагере В немецком лагере Со своей женой Первой женой С ребёнком Два с половиной года В белорусском лагере Там погибла его Жена Погиб его внук И они вдвоём с дочерью Вернулись Два сына воевали Один дошёл до Братиславы Другой дошёл до Берлина Моему отцу было 70 лет А мне было 10, когда он умер А родился, когда ему было 60 И я ему безумно благодарен за то Что Выйдя из С чудовищных условий жизни Он нашёл мою маму А не полюбив Возникла любовь И родилась Поэтому Сегодняшнее событие для меня Особое И Миша Удивительный совершенно человечек Поэт Художник Скульптор И Я очень рад Что Вокруг меня Вокруг нас с тобой О которых мы говорим Пишем Рассказываем И это останется навсегда И эта картина тоже останется навсегда Володя Это потрясающее Что ты сейчас сказал Потрясающие слова Действительно Вокруг нас существуют И они есть Очень талантливые Очень преданные Очень искренние люди И я хочу, чтобы вот Память Жила в душах Не только этих людей А в душах всех вас Потому что душа Не имеет национальности Душа Она есть душа Она должна быть большая И открытая Живите хорошо Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому